Приветствую вас в Италии. Конечно, ситуация несколько деликатная, и я понимаю вашу позицию, я понимаю вашу сторону. Я считаю, что в данном случае воспитатель не совсем права, она не совсем корректно поступила, я с вами согласен, что такие вещи нужно решать тет-а-тет. И уж точно не при ребенке. Я думаю, что вы не должны терпеть, как какая-то тетя учит вам при ребенке. Но проблема заключается в том, что такие вещи, такие моменты будут происходить все равно. И, на мой взгляд, пытаясь подавить такие проявления людей, вы не рисуете у своего ребенка позитивный образ, авторитетный образ. На мой взгляд, попытка подавить, а вы вступаете в конфликт с воспитателем, она является свидетельством слабости. Потому что вы воспринимаете всерьез женщину и ее замечания. На мой взгляд, главная беда здесь в том, что ребенок, видя, как вы реагируете на то, что вас кто-то учит, видя, что вы реагируете нападая, видит в этом слабость, он не чувствует вас в силу. Он не чувствует вас в стержень. Ну, если, конечно, силой не считать то, что вы конфликтуетесь с женщиной. На мой взгляд, мужчина, он не должен вступать в конфликт с женщиной, в принципе. Потому что мужчина, это существо мыслящее немножко по-другому, существо чувствующее несколько по-другому, в отличие от женщины. И конфликтовать с женщиной просто не имеет смысла. Вот не в этом видится проблема. Проблема, точнее, не в этом видится проблема. То есть вы не отдаете себе отчет, что является силой. Что является силой. Что является достойным уважения ребёнка. Это никак не конфликт. Это никак не на повышенных тонах общение с воспитателями. Понимаете? Это спокойствие. Это выдержка. Это хладнокровие. Понимаете? Это спокойное, уверенное стояние на своём. Без криков, без агрессии, без споров и прочего. Недаром же говорят, кто спорит, тот не прав. Кто кричит, тот не прав. Ребёнок это чувствует. Вот и всё. Вероятно, если вы боитесь потерять авторитет для своего ребёнка, что я могу понять. То вам имеет смысл подумать, а за счет чего авторитет этот появляется? Ну, по сути, есть два пути. Первый путь – это когда человек боится за счёт страха, создаётся авторитет. А второй – это когда человек уважает. И за счёт уважения появляется авторитет. И вам нужно определить для себя, решить, какой авторитет хотите воевать. На чём хотите построить свой авторитет? На страхе или на уважении? Если на страхе, то это работает не со всеми, не всегда и до определённого момента. Если на уважении работает со всеми, так или иначе, но тогда ваше текущее поведение и реакцию на ситуацию нужно исключить. Но это вы сами для себя решите, чего хотите. Помочь, что вам можно прижелать. Дальше. Дальше. Значит, как я уже сказал, воспитатель повела себя не совсем корректно. Я бы сказал, непрофессионально. Вообще она была себя непрофессионально в тот момент, когда стала делать замечание. Вот. Публично. Публично. И я с вами согласен, что попросить вас она может, а не делать замечание. То есть тут отсутствие такого уважения по отношению к вам. Вот. Какая-то вера в себя, но, к сожалению, часто встречается у людей с педагогическим образованием. Вот. Да. Это так. Но, мне думается, что проблема не в воспитательнице, а в том, что я описал. Плюс, есть проблема. Проблема вашего сына. У которого, ВПРР. И, такой человек будет делать все для того, чтобы почувствовать себя значимым. То есть, почему я делаю что-то назло, чтобы почувствовать себя значимым, чтобы почувствовать, что мои действия что-то значим для другого, чтобы другие люди отреагировали. Если у вас есть такая проблема, что ребенок делает назло, то это значит, что ему не хватает собственной значимости. А значит, вы, ну не вы конкретно, а вы в целом его семья, его недостаточно поощряет то, что он делает. Недостаточно дает им обратные связи на его действия, которые одобряемы. Еще раз, ребенок по какой-то причине не чувствует себя значимым, Виталий. Это проблема. Ну и последнее, на что я хотел обратить ваше внимание, вы пишете, значит, у меня своего ребенка, который будет теперь делать назло, что мне даст дополнительную проблему, уйти от этой ритуальности. Я не очень понял, что вы имеете в виду, мне проблему, дополнительную мне проблему, уйти от этой ритуальности. Что вы вкладывали в эту фразу, я, честно говоря, не очень понял. То есть, мне кажется, здесь проблема личных границ. То есть, ваша проблема и действие ребенка. Что это надо бы отграничить, не смотря на возраст, не смотря на определенные проблемы, отсутствие личных границ между вами и ребенком, а также другими людьми. Могут, могут быть серьезные проблемы. Не только для вас, но и для вашего ребенка. Который не научается разграничивать себя и других. Из-за чего потом в жизни, когда он вырастет, ему будет достаточно сложно. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Продолжение следует...